и просто знаешь меня иногда даже убивает какое количество людей смотрит на истории спустят огромный я вижу то что у меня там подписчиков мало просмотров какой-то нереально количественно все равно я встречаюсь совершенно посторонними людьми не все бывает на сутки наши stories мой муж смотрит ваш stories там мои друзья смотрят ваши stories даже такой все что живешь под каким-то колпаком у мюллера как говорили раньше то есть я реально видят все здравствуйте здравствуйте мои дорогие всех безумно рада видеть вчера не вышла в прямой эфир потому что особо не было времени сейчас ко мне вот приехала добрая девушка татьяна который второй раз уже меня выручает за этот вот период и помогает мне с моими с моими ногтями то что ногти это конечно отдельная отдельная страшная история вот приводит все вплоть до вытяжки полностью одноразово стерилизован инструмент работает прекрасно прошлый маникюр продержался больше чем продержался больше месяца и если бы я не ела гранаты так активно а вы знаете да что граната окрашивает волосы то еще больше бы этот маникюр ой то еще больше бы этот маникюр продержался я же говорю я дело где ты чуть больше места мы с тобой делали до то сначала приезжала три недели с чем то обычно месяц в общем месяц короче говоря передачи до моей операции мы делали маникюр, это точно. До операции за неделю мы делали, мы после операции уже три недели, то есть, ну, месяц. Месяц назад мы делали маникюр. Вот. Привет, да, ребят, привет. Еще вчера хотел с вами немножко о политической ситуации поговорить, обещала вам эту тему обсудить. И сейчас это в двух словах буквально сделаю, потому что мне не хочется очень сильно погружаться в этот вопрос, потому что он уже реально всех достал, и достал он уже всех по-взрослому. Но, тем не менее, происходит, продолжают происходить определенные события в нашей жизни, которые надо обсуждать. Ну, что, позавчера, да, позавчера в очередной раз, ну, господин Путин уже не обратился к нам с каким-то там выступлением, а просто провел типа какое-то совещание, да, типа, ну, совещание. Давайте так и будем называть. Провел какое-то вот онлайн такое совещание, где собрал массу важных деятелей, которые все решали, что же с нами вообще болезненными дальше делать, да. То есть, в этом совещании, на этом совещании, что касается речи Путина, что касается речи Путина, это просто можно охарактеризовать одним словом. Я вот, знаете, я вот сейчас стараюсь не ругаться матом, потому что у меня сейчас круг с очень приличными девочками, с очень приличными девочками, часть которых счастливые матери, а еще часть которых кулинарки, счастливые матери, я сейчас говорю, без всяких подъемок, например, Мимиюля, да, мне очень нравится ее аккаунт, и она очень позитивная, хорошая девчонка, и все-таки все хорошие девчонки. Табалатар прикольный парень, с Табалатаром мы когда-то общались очень давно, еще, наверное, лет пять назад мы с ним общались. У меня нет знакомых, зараженных вирусом, слава богу. Вот, значит, и вот, коротко резюмируем выступление господина Путина. Вы дебилы, это Путин вам говорит, не я, вы дебилы, продолжаете сидеть дома, голодаете, умираете, а остаток своих денег потратьте на маски. Почему надо потратить остаток своих денег на маски? Да потому что господин Собянин, как только началась вся эта херня с коронавирусом, у определенной компании на сайте закупил масочки стоимостью 4 рубля 30 что ли копеек. Он тогда по документам их типа закупил уже по 9 с чем-то рублей, а сейчас они благополучно будут продаваться во всех, во всех магазинах, куда бы вы ни пришли. Мне уже попросила Рома сделать мне видео Конора из Ашана, только зашел Рома в Ашан, тут же огромный Конор, покупайте маски. То есть денег мы вам не дадим, продолжайте подыхать с голоду, но деньги если остались, покупайте маски. Если не остались деньги, покупайте тоже маски, потому что мы вас будем штрафовать. На 4, там на 5 тысяч рублей еще точно не решено. Будем вас штрафовать, если вы будете ходить без масок. Этим самым господин Собянин сказал вам прямым текстом. Ну что, суки, не дали асфальт уложить? Начали вякать? Асфальт не дали уложить мужику плитку, понимаете? Так он на масках заработает на вас. А вот когда он заработает все на масках, что он запланировал, это миллионы миллионов, это огромные деньги, понимаете? Это огромные деньги. И когда Собянин все эти деньги соберет, тогда, может быть, вам разрешат поработать. Но не сразу разрешат вам всем поработать. Вот кто, например, разрешит поработать Тане? Таня что, может взятку в мэрию принести? Да у Тани даже на аренду нет денег, естественно, ей аренду не понизили, как и большинство из вас. А большие магазинчики, огромные строительные компании занесут денег, кому надо, занесут денег, кому надо, и им разрешат работать. Как у нас работала, извините, как у нас работал прекрасный Леруа Мерлен, который прекрасно занес денег, и так далее, и тому подобное. То есть в России, как и было, огромное взяточнество, это ладно, хорошо, пускай будет взяточнество, огромное пренебрежение и даже ненависть к своему народу. Вот это лицемерие выступает вот эта вот взрослая овца. Вот она реально взрослая, конченая овца, самый близкий человек Собянина. Она с ним еще со времен вот этого вот северного города, напомните мне быстро, как он назывался, Тюмень, да? Она с ним еще со времен Тюмени. Это тетка, это тетка, зовут ее Анастасия Ракова. И эта тетка Анастасия Ракова сейчас на передней линии борьбы с коронавирусом. Она заботится проблемами всех неимущих. И поэтому она приходит на выступление, она приходит на выступление, где она выступает, например, перед больными, там, перед врачами. И когда она выступает перед врачами, на ней надета блузка 100 тысяч рублей, жакетик 250 тысяч рублей, пояс 50 тысяч рублей. И таким образом Анастасия Ракова, посмотрите, есть видео у Навального, сделала его Кира Ярмыш, Кира Ярмыш сделала это видео у Навального в виде модного приговора. Это очень крутое видео, где они там ее всю хуй по ниткам разобрали, извини меня, хуй по ниткам разобрали, я про одежду, и рассказали, как она одевается, да. То есть человек гордо сообщает, что две тысячи пенсионеры уже получили, а скоро они получат еще две тысячи, и при этом на ней надета, и при этом на ней надета одежда минимум, минимум на практически миллион рублей. Вот. Что этот посыл, что этот посыл вам говорит? Сейчас, ребят, я повернусь. Хотела вам смешную картинку очень прикольную показать. Где она у меня? Что этим посылом они хотят нам всем сказать? Мы вас всех вертели на хую, понимаете? Вот что хотите, то и делайте. Вы говорите, что вы голодаете. Да хоть одна семья с двумя детьми вышла в одиночный пикет на Красную площадь куда-нибудь или возле метро, встали в одиночный пикет хоть одна семья, за это у нас ничего сделать не могут, не посадят вас, уж сто процентов вас не посадят. Нет. Никто никуда не вышел и не выйдет. Русский народ будет терпеть до последнего. Он сдохнет, но будет терпеть за последнего, а потом пойдет и вновь проголосует за Путина. Потому что если не Путин, то кто? Это же извечный коронный вопрос. Если не Путин, то кто? Если не Собянин, то кто? Посмотрите вот на эту великолепную картинку. Это наша с вами жизнь. Это наша с вами жизнь. Они будут жрать, они будут жировать, они будут летать на самолетах, они будут надевать на себя самые дорогие вещи из ЦУМа, они будут носить пояса по 50 рублей кожаной тёлки, да? А вы эти 50 тысяч рублей на пояс потратить. Что вы говорите? Нет, конечно, вы не имеете права даже полететь отдыхать, если у вас есть кредиты. Понимаете? И вот знаете, что ещё самое удивительное? Вот даже вот в эфире сейчас у меня люди, которые вроде современные же люди, у них там гаджеты есть, они вот прямые эфиры там какие-то смотрят, случайно, видимо, в топ попало, и они мне пишут, как же я заебала, я их заебала, понимаете? Они свою злость вымещают на блогера. Мне тут пишут иногда, зачем вы показываете, что вы едите чёрную икру? А почему мне не показать, что я ем чёрную икру? Я что, её у вас украла? Я что, беру взятки? Я что, откаты какие-то беру? Я с 17 лет честно пошу, последние 6 лет работаю по 8 часов, у меня несколько компаний, у меня книги и так далее и тому подобное, и я честно себе заработала и любой ремень, и любую сумку, и всё, что угодно, да? Но вы всё равно но вы всё равно вымещаете свою злобу на мне. Я вас раздражаю. Вас раздражает, что у меня красивая жопа, только я выставлю свою жопу, миллион комментариев, какая ужасная жопа. Но вас не раздражает, что происходит в стране и что с вами делает власть. До какой степени опустилась власть в наше время? А вот это история про продажу наркотиков священнослужителями. Я надеюсь, вы все слышали эту историю, как у нас два крутых священнослужителя были пойманы неделю назад с амфетамином. А чё удивляться? Вы же знаете, что такое религия? Религия – это опиум для народа. Вот священнослужители вместо опиума и понесли в народ амфетамин. Ну как? Ну что? Не слышали? Погуглите. Это всё официально. Вы этой икрой раздражаете лишний раз народ, а зачем? А мне похуй на тот народ, который раздражается от того, что я заработал на икру. Понимаете? Мне абсолютно похуй на этот народ. Раздражаются, пускай отпишутся и не смотрят на меня. Ну, по поводу священников и педофилии – это вообще тема во всём мире очень распространённая. Вообще, мои хорошие, есть такая передача на ютюбе, серия передач, им подбросили. Господи, наивные вы мои, чтобы у нас РПЦ кто-то что-то подбросил. Ну что же вы за дебилы? Ну что же вы во всё верите? Как вы мне ещё все пишите? Как бы донести до Владимира Владимировича что происходит в стране? Он же не знает ничего, господин Путин. Не знает, как я вам уже говорила. Сидит господин Путин в хрустальной башне высоко-высоко. А плохие чиновники, а плохие чиновники делают плохие дела. Да, Россия – это единственное государство, которое не помогает своему народу. Они готовы помочь всем. Они готовы помочь всем. Они готовы помочь фонбету, например. Знаете, есть такой фонбет, где ставки на деньги, спортивные типа, ставки на деньги. Они им помогают. Они внесли их в реестр государств, предприятий, без которых государство просто не выживет. А вас туда не внесут. Вы зачем? И вообще тенденция такова. Чем больше вас помрет, особенно тех, кто постарше, да, 60-65, типа о них заботятся. Им вообще нельзя из дома выходить. по версии Попова, по-моему, у нас надзорная. Ну, короче, вы поняли. По поводу, вернее, по версии одной дамы лицам 60-65 лучше из дома не выходить, пока вакцина не будет разработана. Потому что дома они помрут быстрее. Воздуха нет, гиподинамия, они не двигаются. Вот они там дома все помрут, и пенсию им платить не надо будет. Понимаете? Насчет самоубийства Дмитрия Басового я не буду сейчас об этом говорить, ребят, но это другая тема, не хочу на эту тему говорить. Как быть простому человеку, что я могу посоветовать? Ребят, ну, естественно, я ничего не могу посоветовать. Вот эти вот системообразующие предприятия у нас, фон Бет, почему Лукашенко отвергает корону, ему денег мало занесли, не так много, как другим. Роспотреб, да, глава Роспотребнадзора. Ребят, вот что я вам хочу сказать. Я, конечно, понимаю, что тут некоторые говорят, как мы можем напечатать денег, как в Америке, с вертолета их сбрасывать. Нам не надо печатать деньги и с вертолета сбрасывать. У нас есть специальный фон. Прочипирование хватит про эту хуйню нести, ребят. Хватит нести хуйню, пожалуйста, про чипирование. Не будьте вы дебилами. Вы еще как Боня идите, жгите вышки 5G. Вы, может, Михалкова наслушались, старого маразматика, конченого Михалкова. Ну, о чем вы вообще говорите? Такой дебил будет вас чипировать, деньги на вас стоять. Кому вы нахуй нужны? Вы что с чипами? Что без чипов? Сидите дома, зажав жопу, зажав булки и боитесь, что не дай бог, что не дай бог что-то с вами случится. Еще раз повторюсь на эту тему, о которой я говорила 150 раз. Почему все молодые блогерши, молодые девицы, у которых по 5 миллионов уже подписчиков, которые набрали себе подписота, их полно этих девиц, они слова не скажут по ситуации, да потому что они все деревня, они понаехали из деревень, у них также очко жим-жим у этих блогерш, они продолжают на вас зарабатывать бабло, они не поддержат вас ни в чем, они не расскажут вам интересного ничего. НИЧИГО. И вы сами виноваты, потому что вы этих блогеров смотрите, значит, вы этих блогеров заслуживаете. Идите, пролистайте и найдите, пожалуйста, очередной обосранный памперс, который выкладывают вам эти блогеры. Или прочитайте историю любви. Как вы познакомились с Васей? А с Васей мы познакомились так. Я училась в ПТУ, а Вася был водителем маршрутки. Вышла я из ПТУ, села я в маршрутку, смотрю, Вася. Посмотрели мы друг на друга и пошли есть доширак. Потом Вася мне говорит, поехали в Москву. Москва, Москва. Приехали мы с в Москву. И тут же мы разбогатели, мы сделали себе Инстаграм. Мы открыли Коноры и продали 100 Коноров по всей России. Ни один Конор денег никому не принес. Это не важно. Мы самые добрые, мы самые лучшие, мы блогеры. Залайкайте наших красоток, залайкайте Васю, сейчас полотенчик упадет. Ой, и меня залайкайте, мне рожать через две недели. А может мне рожать через три недели? Пишите, когда же мне рожать? Кто же первый-то родит у нас? Напишите мне, пожалуйста, срочно. Это вопрос жизни и смерти. А рожать так страшно. А вам страшно рожать? Блядь, а запор это так плохо. А у вас бывают запоры? А колики? Это ужасно. А у вас были колики? И так каждый день. И вы дебилы у них. Покупайте все, что они вам рекомендуют. Любое говно. Позволяйте им заработать 5-10 миллионов в месяц, не получая вообще ничего, никакой информации, никакого смысла этого блога нет. Вы видите, типа, их жизнь, вам, типа, нравится смотреть на эту жизнь. Насмотрелись уже на жизнь? Насмотрелись уже на жизнь джигана, как все было красиво, а? Про хавчик и про петушки ебаные. Ну, про это я подробно буду рассказывать, ребят, не здесь, а подробно я буду просто очень подробно рассказывать в своем закрытом клубе. Этот закрытый клуб называется, типа, клуб о сексе. Но там будет все. Там будет такая правда-матка, от которой вы просто не встанете. У меня в профиле ссылка на регистрацию в этом закрытом клубе. Нам тоже нужно. Все, заканчиваю. У меня в профиле ссылка регистрация. Регистрируйтесь в моем закрытом клубе и вы будете в курсе всего и всегда. Мои хорошие, я говна не порекомендую. То, что у меня покупают, у меня за это же сами потом постоянно говорите спасибо. В отличие от всех дебилов, которые впаривают вам всякую хуйню и вы у них радостно эту хуйню покупаете. Хоть один человек за 6 лет никогда не увидел у меня чего-то из рекомендованного, чего бы я сама не стала пользоваться. Итак, мы переходим с Таней, еще раз дай бог ей здоровья, уже непосредственно к покрытию. Да, Танюш? Да, сейчас уже покрывать будем. Сейчас будем покрывать. Все у Тани вот такое вот одноразовое, все у нее стерильное. Даже вот эти вот штучки, которые она пилит, у нее тоже стерильные. Вон они в упаковочке вот этой зелененькой покажи. Да, и они у вас останутся. Ага, то есть она еще мне и оставляет это все. Короче, все зарабатывают на осуждение других. Ребят, щетка кактуса тоже неплохая вещь. Если вы вместе со щеткой кактуса еще правильно питаетесь, это раз, тренируетесь, это два, пользуйтесь специальными кремами, это три, ходите на LPG, это четыре, на обычный массаж, это пять, делайте прессотерапию, это шесть, кавитация, и еще бы хорошо поколочь специальные укольчики. Хайпите на других, да зачем мне хайпить на другие, господи, овечка-людочка-68. Я хайплю только на себе, я королева хайпа. А другие мне вообще, знаете, все, мои хорошие, пока я вам покажу потом результат маникюрчика. Люблю вас.